О правильном и качественном питании задумались и в Казахстане. В Шенкенте санитарные врачи теперь могут проверять продукты на содержание ГМО. Бактериологи в специальной лаборатории могут обнаружить генномодифицированные организмы и в консервированной кукурузе, и в хлопьях, и даже в колбасе. Здесь все должно быть стерильно, именно поэтому посторонним вход воспрещен. Прежде чем кукуруза или сой подвергнется тщательному исследованию, ее молекулы ДНК расщепляют. Процесс долгий, но врачи уверены, только так можно выявить недобросовестных поставщиков. Между тем, ГМО-продукты встречаются не только на прилавках в супермаркетах, но и на шенкентских рынках, где традиционно подают выращенные на юге овощи и фрукты. Правда в том, что в судьбе этих яблок и помидоров участвовала не только природа, но и вмешался человек, покупатели даже не догадываются. Если ГМО обнаружили, значит, выше нормы или там отсутствует маркировка, с нашей стороны мы можем вынести департамент защиты правопотребителей, вынести постановление о приостановлении реализации этого продукта. И дальше мы сообщаем комитет, через комитет, если это иностранная фирма, они выносят постановление о прекращении реализации. Продолжение следует...